К другим темам. Для многих людей одним из актуальных вопросов является удостоверение завещаний. Это волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Человек может завещать все свое имущество или его часть одному или нескольким наследникам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону. Имущество, которое не завещано, наследуется по закону. Свобода завещания у нас ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Что это значит? Если у наследодателя на день смерти имеются несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг или родители, они наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причитается им по закону. Например, у гражданина на день смерти имеется нетрудоспособная мать, но он оставил завещание в пользу своего родного брата. В этой ситуации наследовать по завещанию брат сможет только половину квартиры, так как вторую половину будет наследовать мать, наследница на обязательную долю. Этот брат может наследовать целую квартиру только в том случае, если мать наследодателя откажется от наследства, не воспользовавшись своим правом. По общему правилу, завещание должно быть написано гражданином собственноручно в двух экземплярах. В случае, если гражданин не может этого сделать, составить его может нотариус со слов завещателя в присутствии свидетеля. При этом свидетелем может быть постороннее, незаинтересованное лицо, обладающее полной дееспособностью и не имеющие судимости за дачу ложных показаний. Для удостоверения завещания гражданин должен лично обратиться к нотариусу с документом, удостоверяющим личность. Если завещание составляется в присутствии свидетеля, свидетель тоже должен иметь при себе либо паспорт, либо вид на жительство. Завещатель имеет право в любое время отменить сделанное им завещание, либо полностью, либо изменить какую-то его часть. Путем написания нового завещания, либо отменить его путем уничтожения. За удостоверение завещания установлен нотариальный тариф в размере 100% базовой величины. Для пенсионеров и инвалидов первой и второй группы установлена льгота в размере 50%. А чтобы ее получить, гражданин должен предоставить либо пенсионное удостоверение, либо инвалида.